Здрасте! А смотрите-ка, у нас тут поезда к нам приходят. И один ушел, другой идет. Представляете? Короче, всем приветули! У нас тут сети Skylines. Скажи мне, сколько ты пассажиров? 17 пассажиров он привез. Пассажирский поезд перевозит пассажиров в Westfield. Ясно, понятно. Короче говоря, друзья, смотрите, у нас тут есть вот такой вот райончик. Сорок Луччиковка, да, в котором есть классный парк развлечений, который уже прокачался до второго левела. И скоро он прокачается даже до третьего левела. Только посетителей придет и все будет прекрасно. Короче, давайте сначала посмотрим, что у нас происходит во всех наших остальных районах. Соответственно, у Дениса в районе все прекрасно. Никаких происшествий. Люди тихо, мирно себе живут, поживают. Это хорошо. Соответственно, у Ромки то же самое. Все здесь хорошо. Никаких происшествий пока что нету. Никаких пробок здесь не наблюдается. Промышленная зона. Промышленная зона тут тоже, в принципе, все в порядке. По большому счету есть небольшая пробка на въезде. Хотя, кстати, она уже тоже практически рассосалась. Мы здесь сделали главную дорогу. Поэтому можно считать, что все прекрасно. Да, немножко стоят долго вот по этому направлению. Те, кому надо выехать отсюда. Но в целом пробок то и нету. Вот здесь на выезде еще небольшое столпотворение. Но ничего страшного. Это у нас почтовый сервис. Здесь на въезде теперь шоссе тоже ничего страшного особо нету. Здесь пробки тоже все рассосались по какому-то чуду. Когда мы здесь убрали светофоры и сделали главную дорогу. Так что это примерно вот так вот работает. Парк Романыч тем временем, кстати, уже готов подниматься на следующий левел. Посетителей уже кучу пришло сюда. Надо развлекательную ценность поднимать. А еще у нас есть ферма Халфа. И что у нас здесь? Работников немножко не хватает. Произведенных ресурсов до следующего уровня хватает. То есть нужны работники сюда. В общем-то все понятно. Но вообще сегодня хотелось больше всего заселить вот этот вот наш новый район. Здесь у нас будет еще университет. Территория кампуса она уже размечена. Но увы, пока что мы не можем ее строить. Потому что 28 тысяч жителей надо для всего этого дела. И поэтому давайте заселять этот район. Для начала мы его просто заселим. Начнем. Давайте-ка мы, чтобы вот здесь вот в парке вход вот этот заработал. Не знаю, как это работает. Здесь у нас будет плотная застройка. Это у нас суперский город. Вот так вот проведем туда электричество. Можно даже скорость немножко увеличить. И домики сразу же начинают расти. Потому что нашим жителям они нужны. И это прекрасно. По транспорту, кстати. По транспорту я хотел посмотреть. Люди пользуются метро активно. И люди пользуются автобусами. Довольно-таки активно. Это прекрасно. Вот такси не очень. И 17 в неделю это у нас паровозик. Да, поезд. Зато туристы приезжают к нам на поезде. Наши жители, я так понимаю, вот эти 16 в неделю, они это те, которые куда-то ездят в другое место. Тут человечек умер. Прямо в магазине одежды. Я надеюсь, сюда приедет катафалка и заберет тело. Да, кстати, пока мы еще не разметили, я совсем забыл, друзья, про тропинки. И у нас появляются просадки по электроэнергии. Ну, не должно быть просадок по электроэнергии. Странное. А вот по канализации скоро начнутся. Но пока что мы еще можем себе позволить все застраивать. Да, тропинки, друзья. Тропинки мы, пожалуй... А давайте вот в стиле парка будем делать тропинки. Я думаю, что это будет вполне себе нормально. Давайте вот здесь вот соединим эту тропинку. У нас дождик пошел. Вот здесь вот тропинкой соединим. Пускай будет вполне себе нормально. Блин, дождики я не люблю. Давайте вот здесь вот сделаем целый тротуар. Рядом. Нет, не сделаем. Как же ж так-то? Вот так вот. Да, немножко криво получилось. Мне это не нравится. Ой, ладно, сносим тогда. Не будем делать тротуар. Он в принципе... А в принципе, нахрена здесь тротуар, если он здесь и так и есть. Это понятно. С парком здесь мы соединять ничего не будем. Хотя можно было бы здесь на самом деле вход сделать. А можно без входа. Просто сделать вот такую вот дорожку. Пускай будет. Тем временем, парк достиг третьего уровня. Но мы, в общем-то, потом поразвлекаемся с ним. Далее по району. По району тропиночки, да. Мы пока заняты тропиночками. Давайте вот здесь вот такое вот соединение сделаем. Прекрасное. И можно даже его вывести. И на следующую, скажем так. В следующий квартал. Также вот отсюда мы сделаем соединение. Пускай будет. И вот с этого перекрестка тоже пускай будет соединение. Дальше будем строить всякие школы. Всякую вот эту вот фигню. Пускай еще вот такое соединение будет. А здесь, ребята, извините. Ваши домики придется снести. Они были красивые. Но, увы, мне здесь потребовалась тропинка. И люди сразу начали ей пользоваться. Это прекрасно. Где еще мы забыли? В принципе, здесь пока размечать ничего не будем. Вот здесь вот к въезду можно построить. Я думаю, вот отсюда. Вот отсюда. Вот сюда тоже будет дорожка, чтобы люди могли ходить. Здесь, в принципе, никаких дорожек-то особо и не требуется. По университету будем размечать уже потом. Соответственно, продолжаем дальше размечать жилые зоны тогда. Давайте с проспекта нашего главной улицы начнем. Вот так вот. Пускай здесь... А, блин, здесь парк. А на самом деле пофигу. В парке тоже могут быть домики на территории парка. Там место есть для аттракционов. А если что, эти здания легко сносятся. Хотя здесь, наверное, коммерцию стоило ставить. Так, продолжаем, продолжаем, продолжаем все вот так вот размечать. Вот так вот. Нормально, да. Также обязательно нужна коммерция немножко. Самую малость. Пока что вот так вот. Хотя потребности есть, давайте еще больше сделаем. Я думаю, что около вокзала нашего. Вот так вот мы это с двух сторон. Опаньки. Парк Халфа. А, Халфа ферма. Достигла третьего. Лимонадный завод у нас появился. Средние поля, средний фруктовый сад и доильный зал. К этому мы тоже сейчас вернемся, поразвлекаемся. Во, коммерция. Короче, заселяйтесь. Я не хочу ставить коммерцию высокой плотности, потому что она очень много трафика генерирует, скажем так. Харрис Хайтс. Тут тоже все нормально. У нас потихоньку есть развитие. Потребности в жилых зонах пока что особо сильно нету. Погнали тогда на ферму Халфа. На ферму Халфа. Так, это у нас сельскохозяйственная вот эта вот фигня. Соответственно, у нас добавили среднее посевное поле. О, оно отлично сюда вылазит, поэтому давайте всунем сразу два. А почему бы и нет? Также маленький фруктовый сад и нам добавился средний фруктовый сад. Мы их тоже всунем сразу два. Давайте решим, что мы будем здесь сеять. Кукуруза, хлопок. Давайте хлопочек. Почему бы и нет? Давайте хлопок и картофель. Я белорус, я без картофеля никак. А здесь мы будем выращивать апельсины и яблоки. Есть у нас, точнее, груши и яблоки. А апельсины у нас будут расти вот в этих двух маленьких. Так же, так же, так же. Что нам еще стало доступно? Пастбище для скота большое, разумеется, не открыто. Мельница у нас есть. Загон, это у нас уже стоит. Доильный зал. Почему-то делает мясо. Это странное дерьмо, конечно. Ну ладно, давайте в любом случае его поставим вот сюда вот. Вот так вот. Такая вот хреновина доильный зал. Недостаточно сырья, недостаточно сырья. Как так-то, друзья? Какого хрена? Давайте еще одно пастбище для скота поставим. Пусть и маленькое. У нас вроде всего должно хватать. Да, амбары тут тоже все понятно. Ладно, построим еще пастбище для скота. Вот так вот, бздынь. Здесь тоже недостаточно сырья. Овцы, свиньи, шотландские коровы. Давайте, пускай это будут свинки. В общем, бы и нет. Вот, соответственно, смотрим, что у нас здесь. Предведенных ресурсов тоже хватает. Работников до следующего уровня сейчас тоже прибавится. Скорее всего, общая прибыль в минусе до сих пор. У нас не производится толком ни мука, ни животные продукты. В общем-то, я не знаю, как это работает. Вроде как большая добыча 85 тонн. Немножко импорта все равно присутствует. Ладно, пускай и развлекаются. Пока что мы на этом и остановимся. Далее, парк Романыча. Он у нас тоже вроде как прокачался. Сейчас мы повысим здесь развлекательную ценность и получим новый уровень. Это у нас городской парк. Чего у нас еще нет? Вот это нам неинтересно. Беседки мы ставили. Веревочный городок мы тоже ставили. Это все остальное. Это все бутафория. То есть развлекательной ценности ничего толком мы поставить-то нового и не можем. Ну и ладно. Значит, построим еще кафешку. Пускай люди кушают. С этой стороны вроде как нету кафешек. Напротив беседки построим кафешку. Как раз около туалета. Не смогут здесь что-нибудь купить, пожрать. Прийти в беседку, посидеть, скушать. Потом сходить в туалетик, да. Небольшой кафе, где можно выпить кофе с булочкой или газировки с чипсами. Посетители есть. Это прекрасно. Это у нас что? Это тоже кафе. Оба они называются парковый кафе номер один. Здесь вот 40 людей на прошлой неделе и 16 туристов. Прекрасно. А это у нас что такое? Это у нас убежище. Большое. Туда люди ходят. Но они, да, пополняют там постоянно запасы еды, воды и прочего. Так же, давайте еще что-нибудь влепим. Блин, можно, конечно, вырыть какое-нибудь озеро, но мне особо не хочется. Давайте беседку еще. Беседки и всему голова. Вот такая вот беседка у нас будет еще одна. Веревочный городок ставить не хочется. Хотя у нас только площадка с батутами еще потом откроется. Давайте, ладно, построим веревочный городок. Вопрос, где он у нас первый стоит, потому что мы уже один ставили. Точно. Я так понимаю, это он. Значит, построим в другом конце парка. Например, вот здесь. Пускай стоит. Да, и у нас открылась площадка с батутами, и мы сразу же ее и влепим. Парк прокачался до пятого уровня, больше он качаться уже не будет. Поэтому мы сейчас построим парк с батутами. Вот такую вот штуку. Площадка с батутами. Прекрасно. Давайте она будет вот здесь одна и с другой стороны тоже. Поздравляем. О, четвертый уровень. Отлично. Сейчас мы, сейчас мы к этому доберемся. Во, парки с батутами. Соответственно, осталось только здесь поставить всякие деревья, всякую бутафорию. Сделаем это попозже. Мы переносимся к ферме Halfa. У нас здесь тоже новые всякие штуки открылись или не открылись? Не открылись, понимаете? Представляете? Маленький амбар, большой амбар открылся. Но толку от него сейчас никакого нету. Большой зерновой элеватор от него тоже толку нету. Тоскотобойню мы поставили, доильный зал мы поставили, загон мы поставили. Мельницу мы поставили. Там же еще какая-то хреновина для производства лимонада была. Ремонтное сельскохозяйственное здание. У нас такого нету, поэтому давайте всунем. Оно тоже загрязняет каким-то образом почву, поэтому немножко подальше от всего. Главное сельскохозяйственное здание мы ставили. Бараки для работников мы тоже ставили. Можно, кстати, еще сделать чуть-чуть этих бараков. Вот сюда всунуть. Почему бы и нет? У нас, получается, больше ничего не открылось. А что я там про лимонад видел? Доильный зал, загон, мельница. Я же видел, мне же не показалось. Странное дерьмо. Ладно. Мельница, закон, доильный зал, скотобойня. Что-то мне, может, показалось, конечно. Я в этой жизни могу что-то не понимать. Без вопросов. Соответственно, смотрим. Еще работников тоже. Оно появится со временем, конечно. У нас выпуск мука не перерабатывается. Может быть, для того, чтобы мука появилась. Но у нас же пшеничка здесь. Все хорошо. Мельница же у нас есть. Мельница у нас есть. И недостаточно... А, недостаточно покупателей. Мука есть, а покупателей недостаточно. А какого хрена? Недостаточно покупателей. Представляете? Ладно, пускай работают. Покупатели найдутся потом со временем. У нас опять паровозик приехал. Расскажи-ка мне, товарищ, куда ты едешь? 29 пассажиров везет в портфель. Красавчик. Вокзал работает, это прекрасно. Здесь у нас домики прокачиваются. Тоже все хорошо. В общем-то, можно продолжать заселение. А, я хотел еще аттракционы поставить, потому что третий... Третий уровень. У нас третий уровень. Главный вход-то есть. Малый вход, это неинтересно. Площадь эту мы ставили. Кафе. Кафе у нас есть. Кафе у нас, наверное, есть. Сувенирный магазин тоже, скорее всего, есть. Туалет тоже есть. Игровой киоск у нас есть. Игровой киоск номер 2, может быть, и нет. Поставим еще один. Знаете, много, не мало. Вот здесь вот его всунем. Соответственно, карусель мы тоже ставили. Детский поезд. Вот этого я не помню. Есть у нас тут детский поезд или нет. На самом деле, очень хреново все это дело видно. Карусель вот стоит. Детский поезд выглядит так. И ничего подобного я не вижу. Давайте всунем. Почему бы и нет? Лишним не будет. Соответственно, поезд мы поставили. Дом ужасов. Дом ужасов, это тоже классно. Ставим его вот сюда. Автодром. Тоже к дому ужасов. Я автодром, кстати, очень любил в детстве. И у нас, соответственно, достиг он следующего уровня. Уже четвертый. И еще два аттракциона нам добавилось. И мы их прямо сейчас сюда и всунем. Давайте один поставим вот сюда. Свободное падение. Тоже классно. А второй это маятник. Типа летучий голландец или что-то в этом духе. По крайней мере, раньше называлось примерно так. Пойдет вот так вот. Посунем и нормально. Аттракциончики, это круто. А еще домики между этими аттракциончиками. Там, наверное, не очень классно жить. Несмотря на то, что они рады, там постоянно будут вопли детишечек. Во, вот такой вот аттракцион. Прикольно, кстати. Действительно прикольно. Страшные аттракционы, ну да ладно. Меня бы укачалось сейчас. Я уже слишком стар для этого дерьма. Вот. У нас можно еще прокачать еще один уровень здесь. Для этого нам надо... Да, для этого нам надо будет еще развлекательную ценность поднимать. Тоже попозже сделаем, чтобы не все сразу. А то, знаете ли, все сразу неинтересно. А мы займемся заселением. Заселение это классно. Жители будут к нам приходить. Будет у нас много людей жить. Так что вот этот вот фрагмент весь мы тоже заселяем. И, пожалуй, вот это вот тоже. И на данный момент пока что, я думаю, хватит. И вот этот домик тоже. Пускай заселяется. Да, мы потом подведем инфраструктуру. Все. Сначала все заселить, потом инфраструктуру. Так что, ребята, насчет мусора не нойте. Скопился мусор. Сходи, вынеси. Ё-моё. У тебя ж есть машины. Сел на метро, повез на свалку. Здесь есть станция метро. И около тебя тоже станция метро есть. Че-то началось-то. Нужна еще, говорят, промышленность. Ну, ка вроде на выпуск. Я не знаю, в общем-то, как это работает. Но работники везде есть. Потому что люди есть, поэтому работники есть. Да, люди потихоньку начинают умирать. Но от этого никуда не денешься. А еще у нас горит парк. Ё-моё. Романыч, твою мать. Ты расписывался за технику безопасности? У тебя тут горит. Площадка для шахмат. Это 100% поджог. И беседка загорелась. Мы просто будем на это смотреть. Мы просто будем смотреть, как оно горит. Потому что я ничего с этим сделать не могу. Романыч, твою мать. Ты понимаешь, что все, трындец. Если что, все претензии к Васе. Это его район. Он здесь главный в районе. Поэтому он несет ответственность за пожарных, которые... Черт, они не могут сюда добраться, да? Они просто не могут сюда добраться. Что у нас с пожарными в этом районе? Я же все расставлял. Вот это пожарный участок. Вот пожарная станция. И они не смогли прийти потушить. Охренеть. Бздынь. Да. Это жестко. Ладно. Сносим пока это дело. Не бежайте ни главной парки. Ходите и в них тоже. Это да. Все, поздно. Вы тут с пожарками ехать. Уже тут все... Да, тут тоже небольшое скопление машинок. Да, пожары это не круто. А еще здесь вон гибнут люди. Не гибнут и умирают. Может быть от старости. Теперь в этом доме никто не живет. Все... Все уехали. Здесь есть крематорий. Поэтому без проблем можете в крематорий отвозить своих родственников. Можно еще, кстати, и кладбище поставить им. Он прямо в парке. А почему нет? Пускай будет. В развлекательном парке еще и кладбище. Единение с природой. Все дела. Ладно, с этим мы разобрались. Возвращаемся к нашему последнему классному району. Здесь у нас тоже уже все застроилось. До сих пор есть потребность в жилье. Поэтому мы продолжаем застраивать все. Продолжаем. Как никогда не продолжали. Вот так вот еще. Два квартала у нас заселено. И еще, наверное, не помешает коммерция. Пускай будет. Пускай будет коммерция тоже. Все ставим поближе к вокзалу. Чтобы туристы тоже могли спокойно посещать наши магазинчики. Уже 22 тысячи человек у нас тут живет. Скоро этот район весь заселим. И будем заселять уже вот этот район. Здесь тоже что-нибудь придумаем. Да, пробочек, кстати, нет. Это прекрасно. Да, кстати, вот на этом куске наш город по сути и ограничится. Я подумал, что хватит. Хватит и этого. Хотя, может быть и нет. Но пока что предварительно именно так. По воде. По воде мы уже потихоньку начинаем уходить в минус. Поэтому была идея поставить водочистную станцию. Можно даже внутригородскую поставить. Например, вот здесь у нас здесь хорошее участок. Хотя нет, не хочу здесь. Есть улучшенное. Тоже оно загрязнение дает. Какого хрена? И экологическое. Еще больше загрязнение дает. Ага, оставшаяся после переработки источная вода сливается обратно в землю, что приводит к загрязнению почвы. Вокруг. Но это придется тогда в промышленном районе ставить. А в промышленном районе у нас не особо много места. Давайте вот поставим. Вот здесь вот их пару штук. Во. О, нормалды. Соответственно, у нас теперь доступность канализации никак не выросла. Ну, потому что я их не соединил. Логично. Бездынь. Все, теперь соединяем их. И подводим к какой-нибудь трубе. Где труба? Вот труба. Вот, доступность канализации у нас сразу же выросла. Охренеть как? Так, соответственно, я их пока сносить не буду. Я не знаю, как это работает, эти водочистные. Я их просто выключу. Я их выключу, они не будут потреблять бавло, они будут потреблять электроэнергию. Так что мы их выключаем. Теперь отсюда ничего не сливается. Доступность канализации стала такая же, как была. Короче, пять этих штук перекрыли три тех штуки. Гениально. То, что надо еще ставить, получается, да? Водяной резервуар. Служба откачки воды. И водосброс свежей воды. Ладно, давайте еще пару штук таких влепим. Вот сюда влезет одна. Еще и больше нифига не влезет, да? Везде дороги, везде все мешает. Довольно близко мы расположены. А здесь у меня все заставлено перерабатывающими заводиками. Место занято. Так, соединяем. И доступность канализации выросла. Значит, пока что хватит. А я не улучшенное ставил. Ё, Макарек. Пардон. Вот это я сейчас попал на деньги. Надо ставить улучшенные. Улучшенные всему головам. Хотя они места больше занимают. Да, вот они улучшенные. Здоровая, зараза. И здесь их можно всунуть всего три. Я надеюсь, что они перекроют. Типа три улучшенных должно быть лучше, чем... Да, тут с трубами придется немножко поизвращаться. Во, вроде все подключено. Доступность канализации стала теперь вообще на супервысоком уровне. Это прекрасно. И водонасосную станцию. Всунем там, где стоят наши остальные водонасосные станции. У нас их тут три штуки пока что. Ставим им четвертую. Пускай откачивают воду. Возички им должно хватать. С водой больше проблем нету. Правда, у нас теперь дисбаланс появился. Если раньше одинаковое количество было водопровод, канализация, то сейчас нет. По электричеству у нас тоже никаких проблем нету. Электричества хватает. С канализацией, говорят, проблемы. Сейчас, ребята, все у вас откачается. Ну и что? Доступность канализации. Это все должно быть нормально. Эй, угомонитесь, ребята. Производительность канализации 208 тысяч кубов в неделю. Дренажная емкость 640. Это, видимо, сколько может себе позволить. А первое число это сколько есть. Водопотребление у нас, кстати, да, сейчас тоже снизится, скорее всего, потому что... Точнее, не водопотребление, а вот эта ж херня чистит воду. Чистую воду, наверное, пускает обратно в трубы. Ну, я так думаю. О, тут люди начали уходить. Заброшенное здание. Беда. Ладно, сюда придут новые люди. И у нас теперь, ешкин кот, у нас 8 тысяч жителей осталось. У нас охренеть, как посъезжали все людишки. Из-за канализации. Черт. Так, подключаем эту штуку обратно, потому что что-то, мне кажется... Я все сломал. Хотя здесь вон вода начала очищаться потихоньку. А вот здесь она до сих пор не очистилась. Здесь она стоит. Еще и люди... Сколько трупов, кошмар. Какие-то у нас проблемы начались. Что у нас с кладбищами здесь? Здесь есть кладбище. Давайте всунем им еще один крематорий. Пускай будет. Да, все, теперь здесь нету людей. Но зоны здесь остались. Разметка здесь вся осталась. Поэтому люди здесь потом заселятся. О, беда. Этот район просто, можно считать, отключили. Ладно, народ. С этим развлекаться будем уже в следующие разы. Здесь земля вроде как очистилась. Мы, соответственно, можем всунуть обратно нашу площадку шахмат. Которая сгорела. И беседку. Беседку всунем обратно. 9000 жителей. Беда. У нас, соответственно, и количество работников, скорее всего, здесь упало. 188 из 703. Кошмар. Короче, люди решили массово свалить из города, потому что его затопило говном. Здесь у нас, соответственно, недостаточно рабочих. Да, все понятно. Зато, кстати, в школах теперь нету никакого недостатка. Сейчас вообще нигде недостатка будет. Сейчас всего будет всем хватать. Странно. Не знаю, как это работает. Давайте на всякий случай еще вот эти вот трубы соединим. Вот так вот. Я сомневаюсь, что оно из-за этого. Потому что соединения так или иначе-то есть. Но пускай они будут еще. Вот от Румыны никто не уехал. Здесь как все у всех хорошо было, так и осталось. Вот эти районы нахрен отсюда посваливали все. Но домики продолжают. Начинают расти. Уже почти 10 тысяч человек у нас живет. Короче, будем развлекаться с этим в следующий раз, друзья. На этом я закончу эту серию. Сломали город случайно. Посмотрим, что с этим можно будет сделать потом. Вы же, друзья, не забывайте про лайкусики. И все такое. Всем, в общем-то, огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилай. Всем всего доброго. Пока-пока.